Девушки отдыхают Его жизнь, подобная слепительному полёту кометы, оборвалась слишком рано, но даже за этот короткий промежуток времени на сцене и на экране он успел создать множество ярких образов. Евгений Урбанский был великолепен и в главных ролях, и в эпизодах. Фильмы с его участием неоднократно становились призёрами престижных международных кинофестивалей. Евгений Яковлевич появился на свет в конце февраля 1932 года в Москве. Вскоре его отца, влиятельного партийца, перевели по службе в отдел пропаганды ЦК Компартии в столицу Казахской ССР. К сожалению, ответственный комсомольский работник недолго занимал свой пост. Якова Урбанского репрессировали и направили в лагерь. Супруга с двумя детьми осталась в Алмате. После победы над фашисткой Германией главу семейства перевели на поселение в недавно основанный городок Интуо. Там семья наконец воссоединилась. Здесь, на суровой земле Коме, Евгений окончил школу. Парень отлично проявлял себя в разных областях. Увлекался литературой, декламировал стихи Владимира Маяковского, профессионально занимался акробатикой. Спортивные успехи Евгения были настолько очевидны, что окружающие не сомневались, он станет выдающимся спортсменом. Вместо этого юноша уехал в Москву, где когда-то родился, и стал студентом сперва дорожного, а затем горного института. Вузе он начал активно участвовать в самодеятельности. Стена теней, ночей тюрьма, под сон с двухстволкой пала. Стихов из света ку тюрьма, сияй во что попало. Это студенческое увлечение породило любовь к сцене и определило дальнейшую судьбу Евгения. Молодой человек поступил в школу-студию МХАП на курс Василия Осиповича Топоркова. В 1957 году годы учебы остались позади, а Урбанский влился в коллектив столичного театра драмы имени Станиславского. За 8 лет службы на этих подмостках им было сыграно полтора десятка ролей. Среди них Мышлоевский в Днях Турбиных, Ричард в Ученике Дьявола и Джонс в Элемских Ведьмах. В перерывах между киноэкспедициями плотность выступления была необычайной. Евгений Яковлевич мог появиться на театральной сцене свыше 20 раз за месяц. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою. Фильм помимо незаурядных актерских способностей, Урбанский обладал замечательной внешностью. Мужественные крупные черты лица, мощная атлетическая фигура, непокорные густые кудри. Благодаря колоритной фактуре, экранными героями артиста становились волевые отважные люди с ярко выраженным чувством долга. Вот я, к примеру, плотник, так? Вот этому я ученый. А разгружать пущать чернорабочие разгружают, не мое это дело. Хух, ученый. Видали ученого? Не его это дело. А как по-твоему, Ленин ученый тебя? А я не знаю, я с ним не мерился. Ну я и без примерки скажу, что он не глупее. А Ленин что говорит? Он говорит, что народу теперь до всего есть дело. И с генералами воевать, и электростанцию строить. Впервые на съемочную площадку Урбанский попал еще старшекурсником. Он проявил инициативу и предложил свою кандидатуру Юлию Райзману, который приступал к работе над фильмом «Коммунист». Режиссер доверил студенту центральную роль Василия Губанова. Юноши трагической судьбы, беззаветно преданного делу, родине и любимой девушке. Как будет при коммунизме насчет любви? Будет она там или нет? Вот так вопрос. А ты за этим с базаранку поднялся? Ну иди, иди, досыпай, будет любовь. Ну а если вот так? Замужняя женщина, а ты полюбил ее. Сманить ее хочешь? Жить с ней, с замужней там? Вот так вот это, вяжется с коммунизмом или нет? Задача. В марксистской теории на это ответа, брат, нет. В конце 50-х годов Евгений был приглашен в военную киноповесть «Баллада о солдате». Григорий Чухра увидел его в роли фронтовика Калеки Василия. Образ одноногого бойца в исполнении артиста получился пронзительным и до дрожи правдоподобным. В том же 1959 году актер снялся в одной из главных ролей в драме Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». Его персонаж – сильный и бесстрашный Сергей, проводник геологической экспедиции, гибнущий в схватке с огненной стихией. Он в кого-то влюблен, подумай, а. Не надо, Андрей. Ребят, тут в лотке была моя сумка. А, вот она. Возьмите. Спасибо. А вот вы еще потеряли. Не, я ничего не терял. А разве это написали не вы? Я ничего не писал. Но мне казалось, что я узнал вашу руку. Ты еще не узнал моей руки. Год спустя Урбанский снялся в нескольких коротких эпизодах криминальной ленты «Испытательный срок», где сыграл начальника уголовного розыска Куручева. Почти все последующие роли, на которые утверждали артиста, были главными. Это летчик-испытатель Астахов, в военной мелодраме «Чистое небо», «Рудокоп Пронякин», в производственной картине «Большая руда», командир батальона «Бабин» в экранизации повести Григория Бакланова «Пять земли». При всей непохожести героев, их судьбы объединяет одно – несгибаемая воля перед тяжелыми испытаниями. Ты что, до войны делал, учился? Угу. А я на севере плавал, капитаном на рыбачьем сейнере. Знаешь, очень хотел научиться на аккордеоне играть. У моряков это вообще принято. В другой раз запрос в каючь, слышу сам себя, получается. Оказывается, слуха нет. И как же нет? Я же слышу музыку. Личная жизнь Первая любовь пришла к Евгению еще в студенческие годы. С будущей женой Ольгой он познакомился, случайно изойдя вместе с товарищем, в чужое общежитие за книгами. Отношения молодых людей начались с очтения стихов любимого Маяковского. После женитьбы у пары родилась дочь Оля, которую папа ласково называл Алёнка. К сожалению, ранний брак распался быстро, но урбанские не перестали общаться. Отец продолжил по мере сил заботиться о ребенке, поддерживая бывшую семью материально. Некоторое время у мужчины был роман с артисткой Татьяной Лавровой. Однако главной любовью Евгения стала не она, а актриса латвийского происхождения Дзидра Риттенберга. С момента знакомства в 1959-м актер ни на секунду не покидал возлюбленную, настояв на скорейшем походе в ЗАГС. Профессия, подарившая Урбанскому глушительную известность, по роковому стечению обстоятельств, ввелась причиной его нелепой гибели. В ноябре 1965 года актер находился в командировке. Неподалеку от Бухары снималась картина директора. По сюжету автомобиль персонажа Евгения Урбанского должен был стремительно обогнать автоколонну, следующую по песчаным дюнам Узбекистана. Урбанский не соглашался на дублера, ведь и в прошлых картинах все трюки он исполнял самостоятельно. После первого дубля для лучшего результата решено было снять второй, он и оказался роковым. Во время перелета через Бархан машина накрынилась и опрокинулась. Артист получил травмы, несоместимые с жизнью. Он скончался, не дожив нескольких месяцев до рождения еще одной дочки. После свершившейся трагедии актерам Советского Союза запретили любые трюковые съемки. Отныне все опасные маневры стали доверять исключительно каскадерам. Евгения Урбанского похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Ему было 33 года. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!